В эфире ОМСК ТВ новости. Смотрите сегодня. Родительская оплошность. Ребенок упал с девятого этажа и чудом выжил. Первый пошел. Итоги проверки после скандала с фальшивыми медуслугами. С прицелом на будущее. А мечам рассказали, на что пойдут бюджетные деньги. Горячая вода переехала. Что изменится в коммунальных квитанциях? Житель Ханты-Мансийска погиб в аварии на Омской трассе. Детали трагедии рассказали в региональной госавтоинспекции. ДТП ночью 8 октября на дороге Челябинск-Новосибирск. 49-летний водитель «Лады» выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с фурой, за рулем которой находился 50-летний житель Тюменской области. В результате дорожественного происшествия от полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Десятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки. Омские исследователи начали проверку. Ребенок находился в квартире на девятом этаже дома по улице Краснознаменная. Соседи говорят, видели мальчика на подоконнике. Пытались предупредить об опасности, но было уже поздно. Пострадавший чудом остался жив. Его госпитализировали с множественными травмами. Установлено, в момент происшествия мама ребенка была дома. С ее слов, она забыла в этот раз снять ручку с оконной рамы, и этим воспользовался ее несовершеннолетний сын. В ходе проверки следователь установит все обстоятельства и причины случившегося. Следователи обращаются к гражданам соблюдать бдительность, не оставлять детей одних без присмотра и соблюдать элементарные меры безопасности, чтобы это не привело к трагедии. Мошенники похитили у омского студента 85 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено после обращения 22-летнего парня в полицию. Ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные оформили карты и кредит на полтора миллиона рублей от его имени. Молодой человек попросил заблокировать счета. Через несколько минут еще один звонок. Теперь от старшего инспектора Центробанка. Говорил, чтобы аннулировать займы, нужно провести процедуру апелляции на кредитные продукты. Дополнил спектакль лже-сатрудник ФСБ. Подтвердил информацию. Студент последовал инструкциям, оформил кредит на 85 тысяч рублей и перевел деньги аферистам. Затем взял еще один займ на 75 тысяч. Лишь тогда заподозрил, что стал жертвой мошенников. Вы вообще раньше знали о таком виде мошенничества? Я знал. Просто у меня раньше была одна политика. Я просто славал сразу, типа, куда подальше. Ну а почему вот в этот раз? Здесь я замешкался и я начал слушать. Вот. У меня был займ. Позвонили, я решил ответить. Я подумал, что это, ну, потому что, грубо говоря, я ожидал звонка, да? От кого вы ожидали звонка? Ну, точно не из банка. Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские напоминают, если вам предлагают провести какие-либо финансовые операции по телефону, не соглашайтесь. Это мошенники. Прекратите разговор и обратитесь в полицию. Омскому повару запретили готовить еду после массового отравления детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Телеканал Омск ТВ рассказывал о происшествии в июне этого года. В одну из местных гостиниц поселились гандбалисты. Подростки приехали на соревнования из других регионов. 19 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Позже медики уточнили диагноз – норовирус второго типа. В ходе расследования выяснилось, готовую еду в гостиницу поставляла амичка. Работала у себя дома. Не имела медицинской книжки, документов и журналов. Не проходила профессиональную аттестацию. Не регистрировала бизнес. Тевридский районный суд запретил женщине заниматься изготовлением пищевой продукции. Решение уже вступило в законную силу и обжалованию не подлежит. Прокуратура внесла представление главному врачу омской больницы после скандала с фальшивыми услугами. В начале октября телеканал Омск ТВ подробно рассказывал о ситуации. Наша коллега, журналистка Наталья Граф, заметила в своем кабинете на портале Госуслуг визиты к стоматологу, которых по факту не было. Выяснилось, приписки есть и у многих других жителей региона. Дорогостоящее лечение, диспансеризация, анализы и так далее. За каждую услугу больницам перечисляют деньги от страховых компаний. Амичи предположили, что причина именно в этом. Мы задавались вопросом, какие негативные последствия несет приписка. Юристы приводили пример. Если на госуслугах значится, что вы прошли диспансеризацию, то в этом году вы ее больше не пройдете. Так услуги окажутся недоступными, когда понадобятся на самом деле. Жителям региона с жалобами советовали обращаться в свои страховые компании и напрямую в местное Министерство здравоохранения. Проверку проводила прокуратура. Теперь Наталья Граф рассказала о результатах. По выявленным нарушениям главному врачу данного лечебного учреждения было внесено представление. Прокуратура также сообщила, что в настоящее время проводится проверка деятельности и других бюджетных лечебных учреждений нашего региона. Главный финансовый документ города уже на старте превысил рекордные 30 миллиардов. Брифинг о текущем и будущем бюджете Омска прошел в городском пресс-центре. Бюджет обсудили на комитетах горсовета, а 10 ноября – публичные слушания. По плану доходы казны на следующий год более 35 миллиардов рублей, расходы 36,5 миллиардов, дефицит 1,3 миллиарда. Перевести для журналистов код бюджетной классификации на понятный и доступный для всех вид решила глава департамента финансов администрации Омска Ольга Илютикова. 30 октября приняты изменения законодательным собранием в закон Омской области о межбюджетных отношениях, где нам установили дополнительные нормативы отчислений именно доход бюджета. То есть летом достаточно были активные у нас рабочие встречи проведены мэром Сергеем Николаевичем, Шелестом с губернатором Виталием Павловичем Хаценко. И нас услышали, что нам не хватает наших доходных источников на исполнение всех полномочий. Омску увеличили отчисление от налога на упрощенную систему налогообложения на 10%. Это позволит пополнить казну на 750 миллионов рублей. Законодательное собрание региона инициативу поддержало. Теперь в казну суммарно будет поступать 35% отчисления от этого вида предпринимательской деятельности вместо 25%. Плюс 50% от штрафов, которые накладывают комиссия по делам несовершеннолетних и мировые судьи. А это еще около 30 миллионов рублей. Соответственно, у нас параметры бюджета уже на старте, на входе, как мы говорим, увеличатся. То есть и превысят уже, получается, в доходной части бюджета более 35 миллиардов рублей. Это впервые за, скажем так, историю города Омска. Предварительно средства уже распределены. Они пойдут на выполнение обязательств в мэрии, в том числе по учреждениям образования, культуры и спорта, дорогам, транспорту, переселению из Ветхова, жилья и многим другим. Проект бюджета прошел экспертизу контрольно-счетной палаты. Нарушений бюджетного и налогового кодекса нет. 10 ноября в стенах Омского городского совета пройдут публичные слушания. Любой амич может внести свои предложения по распределению средств и наполнению казны. На еще одном омском маршруте появится больше автобусов. Речь о рейсе номер 26 от микрорайона Булатова до поселка Чкаловский. С 1 декабря на линию выпустят дополнительный транспорт. Правда, всего одну единицу. Автобусов станет не 9, а 10. Напомним, это не первая корректировка от муниципальных перевозчиков. С 7 ноября заработали утренние рейсы из микрорайона Радуга в рамках 110 маршрута. От Пуэртыш до ЖД вокзала. Увеличено количество автобусов на 64 направлении. От Дергачева до поселка Дальний. Плюс 17 машин среднего класса. Также в Омске запустили два новых рейса. Номер 107 от поселка Чкаловский до 9-й медсанчасти. И номер 108 от микрорайона Чередовый до привокзального поселка. Амичи будут по-новому платить за горячую воду. Строку перенесли в общую квитанцию по коммунальным услугам, сообщают в тепловой компании. Изменения потребители заметят уже в октябрьской платежке. Рассчитывать и доставлять новые квитанции будет Омская энергосбитовая компания. Отметим, способы оплаты и передачи показаний никак не изменятся. Напомним, в прошлом году в единый документ внесли плату за электричество и отопление. Субтитры создавал DimaTorzok